И еще одно важное культурное событие. В Челябинской филармонии начался новый концертный сезон. Открыл его оркестр классика и камерный хор. Вместе они исполнили кантату Сергея Прокофьева, Александра Невски. За 40 минут южно-уральские зрители смогли услышать все 7 частей произведения. Музыкой насладилась и Елизавета Болдырева. То, что происходит на сцене, больше похоже на магию. Оркестр играет с видимым упоением, а сам дирижер словно под гипнозом. К открытию сезона оркестр классика готовился два месяца. Новую серию концертов начинают с произведения Сергея Прокофьева. Мы хотим заложить эту традицию, чтобы каждый сезон в нашей филармонии начинался с музыки Прокофьева. Сегодня это Александр Невский, на следующий год. На следующий год, скорее всего, будет Иван Грозный, через год еще. Ну, то есть там музыка, которая не звучит, что ли там ни симфония, ни концерты, а именно то, что очень редко исполняется. Потому что у него очень много музыки, которую люди не знают. В Челябинской филармонии стартовал 82-й концертный сезон. На сцене играют все семь частей кантаты «Александр Невский». Это и «Русь по дыгам монгольским», и «Ледовое побоище», песня об Александре Невском и «Вставайте, люди русские». Звучат скрипки, тромбоны, барабаны, флейты и кларнеты. Помимо симфонического оркестра на сцене и камерный хор, солисты потратили лето на восстановление в памяти текстов кантаты. А во время выступления на экране показывают сцены из фильма Сергея Эйзенштейна. Зрители полностью погрузятся в атмосферу прекрасной музыки. И со сцены будут звучать и звуки, и будет петь хор, и они увидят кадры прекрасного кинофильма «Александр Невский». На открытии концертного сезона «Аншлаг» купили все 500 билетов. Повторить успех в филармонии надеются еще не раз. В этом сезоне челябинских зрителей ждут джаз на большом органе, произведения погонений и вечера с крипичной музыкой. Елизавета Болдрева, Артур Ишпулатов, Ольга Гаврилюк, Степан Абаймов, ОТВ. Продолжение следует...